Добрый день уважаемые коллеги, это еженедельный обзор от компании Техмил и сам я, Артур Идиатуля. Продолжается у нас довольно спокойная неделя на валютном рынке. Небольшая амплитуда движения у нас навеяна летними каникулами. Трейдеры погибают свои торговые дески и отправляются на отдых. И поэтому мы сейчас видим, что рынок очень слабо реагирует на какие-то политические, экономические катализаторы. Из значимых данных по американской экономике можно отметить индикатор потребительского оптимизма, который разбавил немного ощущениями вялую динамику на валютном рынке во вторник. Показатель у нас потребительского оптимизма составил 126,4 пункта. В прошлом месяце он был чуть выше, то есть в июне у нас показатель отстал от значения в прошлом месяце. Что более важно, индекс экономических ожиданий снизился со 107 пунктов до 103,2. То есть домохозяйство ожидает замедления подъема экономики в ближайшие месяцы. Условия для ведения бизнеса в будущем также ухудшились согласно исследованию домохозяйств. Доля потребителя, ожидающая улучшения условий для предпринимательства, снизилась с 23,0 до 21,4%. В то время доля пессимистично настроенных выросла с 7,8 до 9,8%. Для этих изменений, конечно же, напрашивается интерпретация с точки зрения внешней политики Дональда Трампа, которая может потенциально снизить глобальный товарооборот, в первую очередь, между США и ее торговыми партнерами. Отсутствие резко отрицательных изменений и отклонений у индикатора показывает, что ощущения домохозяйства нынешнего положения, именно нынешнего, остаются относительно устойчивыми, несмотря на проводимое ужесточение ФРС и опасные игры Дональда Трампа на торговой арене. Возможный эффект также дала налоговая реформа, последствия которой противоречивы на эффективный спрос. Однако увеличение располагаемого дохода на уровне конкретного домохозяйства, а значит возможности больше тратить, никто не подвергает сомнению. В четверг и пятницу у нас появятся данные по ВВП за первый квартал и данные по личному потреблению. В пятницу у нас появится индикатор, главный индикатор ФРС по инфляции, это расходы на личное потребление. И как ожидается он у нас оставит чуть ниже целевых 2%. ФРС у нас придает этому индикатору большее значение, так как он рассчитывается немного по другой формуле. Этот индикатор придает больше веса тем товарам и услугам, на которые потребитель тратит, то есть больше тратит, а не потребляет. Например, услуги, покрываемые страховкой, например, медицинское обслуживание, они могут занимать крупную долю в потреблении, но незначительную долю в расходах, что может привести к завышению инфляции через индикатор CPI. PCI, данный индикатор, который мы сейчас с вами рассматриваем, он также отличается гибкостью, так как корзина товаров и услуг, на которую тратит средство потребитель, изменяется каждый месяц. Поэтому изменения в данной корзине, то есть замещение дешевых товаров дорогими или, наоборот, увеличение доли сбережений в доходе, позволяют оценить скорость подстройки потребителя к макроэкономическим изменениям. Уже сегодня стоит готовиться к субботе. У нас на этот день намечен дедлайн по планам американского правительства ограничить доступ для китайских инвесторов к технологическому рынку США. С начала недели поступали довольно противоречивые сообщения о том, как администрация Трампа у нас собирается перекрывать кислород инвесторам из Китая, но, по словам советника президента Питера Навара, вот ограничение у нас будет происходить плавно. Во вторник Палата представителей подавляющим большинством у нас приняла законопроект, который станет попыткой противостоять китайскому капиталу, который пытается, по представлениям американского правительства, установить контроль в технологическом секторе США. В субботу станут известны подробности этих ограничений, поэтому доллар вряд ли будет способен демонстрировать уверенную торговлю в пятницу. Логично предположить, что на фоне данного политического апдейта инвесторы, вероятно, увеличат продажи американской валюты к концу недели, чтобы быть готовыми к худшему исходу. Катализатором движения может стать статистика по ВВП, который у нас, как я уже сказал, выходит в четверг, а также по индикатору инфляции Core PCE, который у нас выходит в пятницу. Эти данные могут быть использованы как драйвер, особенно в случае, если они укажут на слабость экономики в США, что, однако, маловероятно. Так у нас в первом квартале уже было известно, что экономика действительно замедлилась под влиянием низких температур, экономическая активность у нас снизилась, и поэтому ВВП у нас действительно может не оправдать ожидания. Но вот индикатор инфляции по личным расходам на потребление, он действительно может оказать, сосредоточить на себе внимание тех оставшихся трейдеров, которые у нас сидят за торговыми десками. Последние угрозы Трампа, где он собирается ввести 10% тарифы на 200 миллиардов китайских товаров, вряд ли будут реализованы на практике, так как прирост цен, то есть прирост инфляции в денежном размере составил бы по некоторым меркам около 5% от ВВП. Это бы привело к значительному замедлению американской экономики. А если еще учитывать ответные меры стран торговых партнеров, мировая экономика получила бы также значительный удар, и о положительных эффектах для американской экономики не могло бы идти и речи. Беспокойство вызывает намерение американских сенаторов добиться более жестких ограничений для китайских телекоммуникационных компаний ZTE и Huawei в США. Политики указывают на государственное участие в капитале данных фирм, что делает сонаправленным развитие данных компаний вектору политических интересов китайского руководства. В то же время китайское правительство отказывается проводить у нас переговоры с США, если данным китайским фирмам будет перекрыт доступ к американскому рынку. Поэтому следование Трампа против сенаторов может сорвать успех переговоров, если он есть, и вернуть конфликт в исходную точку. Нефтяной рынок у нас сфокусировался на результатах переговоров США, Японии и Южной Кореи. Сегодня у нас цены пошли вверх, и положительную динамику сильнее, больше демонстрирует американский сорт, в то время как бренд находится под влиянием спекуляций касательно того, как будет действовать ОПЕК, как оно будет наращивать производство, как отразятся санкции США на Иране. США у нас пытается отрезать третьего преувеличения производителя ОПЕК от мирового рынка, в то время как два крупных покупателя Японии и Южной Кореи ищут способы сохранить энергетическое сотрудничество с этой страной. Часть покупателей этих стран уже начала планомерно сокращать объемы закупок, придерживаясь санкций. Если такая у нас тенденция продолжится, то за счет Южной Кореи и Японии будет высвобождаться вот этот дополнительный спрос на углеводороды, который будет удовлетворяться со стороны других стран. Для нефтяного рынка, конечно же, это будет положительный сигнал. В частности, США как раз-таки может у нас навязать свою нефть азиатским странам, то есть Южной Кореи и Японии, чтобы как-то снизить перенасыщение на собственном рынке. Поэтому у нас, возможно, сейчас американский сорт и демонстрирует более уверенный рост. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы и комментарии. Увидимся с вами в пятницу.